Врожденный миостенический синдром. Такой диагноз во всем мире слышали несколько сотен человек. В России это единичные случаи. История Леты Куклиной уникальна, как, впрочем, и история борьбы за необходимое лекарство. 14-летняя Света Куклина учится в 8-м классе обычной школы, а еще ходит в бассейн и катается на велосипеде. Из-за болезни голоса у девочки практически нет. Дома ее речь переводит мама, а еще в помощь рисунки. Яркие работы, кстати, показывают в нижегородских поликлиниках. А еще они набирают просмотры на Светином канале на YouTube. Вообще-то это я себя рисую. У Светы так называемый синдром быстрого канала. Мышцы не слышат команды нервов. Из-за этого, например, веки почти не двигаются. Болезнь врожденная. Ее причина в ДНК родителей. Диагноз миостынический синдром врачи смогли поставить, когда Свете было 11 лет. И только теперь девочка наконец-то получает важное лекарство. Свету, пора пить таблетки. Вот наш с тобой наборчик из четырех кусочков состоящий. Это калимин и фердапсия. Давай мой зайчик и запивай водой. Каждые четыре часа принимаем препарат. Иногда на ночь еще выпиваем дополнительно калимин. Ну вот, какие-то такие вообще простые вещи. Ей легко поднять стакан, ей легко выпить воды. Она может это сделать. То есть, например, утром, когда очень длительный получается перерыв, совершенно невозможно даже поднести стакан с водой ко рту. Болезнь неизлечима, но семье удалось найти препарат, который помогает нервам соединяться с мышечной тканью. Лекарство немецкое, у нас его не продают. Более того, оно даже не зарегистрировано. То есть, врачи даже не могут официально его назначить. Это препарат называется фердапсе. Это очень-очень редкое лекарство. И, насколько я знаю, моя дочь единственный человек в России, который его получает совершенно официально. Первую коробку лекарства семье прислали знакомые из Германии. Со следующим уже годовым запасом через федеральный телеканал помог Росфонд. Родители пошли на хитрость. И, можно сказать, девочка принимала эти таблетки в тайне от медиков. Не прогадали. Улучшение в работоспособности девочки заметили сразу. А врачей приятно удивила динамика. Мы получили заветную пачечку фердапсе. И приехали на наше обследование. Электромиография – это когда по нервам, электрическим токам проверяют проводимость. И мы принимали фердапсе. Но я об этом не сказала. Я просто не сказала тому специалисту, который это делает. И вот он сделал необходимую процедуру с правой руки, с левой руки. И говорит, слушайте, а куда у вас делся декремент? Он же вот был в прошлый раз, да? Декремент – это вот такой разрыв. А сейчас его нет. Что вы принимаете? Ну и тут я, как в сказке, говорю, а вот что мы принимаем. После эксперимента и положительных результатов мать девочки начала обращаться в региональный Минздрав уже с конкретной просьбой. И, наконец, решение приняли в пользу Светы Куклиной. В месяц такой препарат обойдется почти в 200 тысяч рублей. Девочки будут выдавать лекарства бесплатно, до тех пор, пока назначают врачи. Действующее вещество, конечно, не излечит полностью, но поможет организму нормально функционировать. А еще вполне возможно, что нижегородский прецедент поможет в дальнейшем помогать другим детям с похожими симптомами. Екатерина Вологина, Алексей Корякин, Служба новостей и город.